В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день сентября с погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Какие бонусы получает гражданин, решивший сам его сдать? На эти вопросы нашему корреспонденту Белли Джазаевой ответил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Исмаил Бердеев. Здравствуйте, Исмаил. Благодарю вас за то, что вы сегодня являетесь гостем нашей программы. Тема нашей сегодняшней беседы – это добровольная сдача оружия. Как у нас в Карачаево-Черкесии решается этот вопрос? Как порядок происходит сдача оружия добровольного? Здравствуйте, Белла. На сегодняшний день в нашей республике существует разработанное нашим правительством постановление номер 181 от 2013 года. Это постановление регламентирует весь процесс добровольной сдачи на возмездной основе оружия гражданам нашей республики. Для того, чтобы гражданин сдал находящееся у него оружие, он может обратиться в любой орган Росгвардии, МВД или других силовых структур. Для этого он приносит находящееся у него оружие, пишет заявление о добровольной сдаче на возмездной основе этого оружия, после чего сотрудники полиции принимают это оружие, составляется материал. В рамках данного материала проводится проверка, также проводится исследование этого оружия экспертами-криминалистами. Если это оружие пригодное к стрельбе, по заключению экспертов-криминалистов, то в последующем гражданин получает даже материальное вознаграждение за сданное им оружие. Какие бонусы получает гражданин, который решил сам добровольно сдать оружие? На сегодняшний день нашим правительствам установлены различные выплаты за сданное на возмездной основе гражданское и боевое автоматическое, либо обычное стрелковое оружие. На сегодняшний день это от 5 рублей за обычный патрон до 10 тысяч за автоматическое стрелковое оружие. Например, если это будет гражданское гладкоствольное оружие, то за него будет выплата 3 тысячи рублей, извиняюсь. А если это будет боевой стрелковый автомат, то за него будет 10 тысяч выплата. За патроны, как я сказал, 5 рублей за один патрон. Также за какие-либо взрывчатые вещества, то это от 3 до 7 тысяч рублей. За неоформленное оружие, конечно же, это уголовная наказуемая. Наступает уголовная наказуемая ответственность, гражданин будет привлечен. Поэтому лучше, если такое оружие имеется у граждан, это оружие сдать, надлежащие органы. Конечно же, за сдачу оружия на сегодняшний день у нас нет непредусмотренной уголовной ответственности. Гражданин полностью освобождается как от уголовной, так и от административной ответственности. Поэтому от такого оружия лучше избавляться. С ним ничего не сделаешь, на учет такое оружие не ставится. Поэтому хранение оружия без разрешительных документов граждан на руках является уголовно наказуемым. Спасибо вам за интервью. Удачной работы. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программу черкесской редакции в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.